Питомник До 30 сантиметров Это по нашим меркам очень много И Я Сделал в этом году Порядка 80 привок Я только занимался селекционными привоками 3-5 из них Оказались в таком виде А я патологоанатом Я вам показываю Как выглядит в разрезе Подопревший абрикос Так Вы же знаете Мы когда с вами будем Еще долго-долго Надеюсь Может быть даже все лето А может быть даже несколько лет Вот так и продолжать И продолжать То я вам еще покажу публикацию Которая даже Сейчас все равно учат вас Гноить корневые шейки Вот Самые умные из них говорят Знаете как Вы с вами читали об этом Нет корневой шейки Вот где дерево Как посадишь А там и образуется корневая шейка Вот тут рядом с такой публикацией Нужно нарисовать большой-большой куки А на самом деле Все стоит вот так Часть Не все У каждого Индивидуальная Переносимость Или непереносимость К влажности Вот мы взяли Вот Выкопали И Один из 15 Абрикосов оказался Подгнившим Я сделал Как патологонатом Разрез Прямо через Это место И показываю вам Вот К сожалению Узнаю Купив готовый саженец Узнаете об этом Слишком поздно Надо начинать с семян Одна из 15 Потеря небольшая То что вы видите Выкинули мы ее Да и все Вот Так Ну Видите моего Помощника Гита Значит Он уже тоже маленько разбирается Как видите Но Что я Фактически Объяснять пришлось мне Я больше не знаю эти мушки И вот я подвел Мою уважаемую Практикантку И сказал Это абрикос Феноменален Его калечил я Много 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 Лет Когда-то он дал Первый урожай Приехал в телевидение И я им сказал Вот Первый урожай Два плотика Я запомнил Потому что в телевидение приезжало Все-таки Такая честь для меня Первое Приехало в телевидение Нет Второй раз Вы знаете Я тоже На этом хочу акцент сделать Как может Нельзя доверять телевидению Приезжает Не буду называть Какой канал Они сейчас На месте Хотя прошло Много-много-много лет От первого приезда Вот Дает мне сценарий Представляете И говорит Вот это вы должны сказать А там То есть уже Почитайте Это мне Железу Должен сказать А они-то взяли Тогда интернета не было Они скорее всего Откуда может Редактор Или как он там Дать ведущему Сценарий А в нем написано Что вы копаете яму 80 на 80 на 80 На 80 Дальше Перегной По-русски дерьмо Знаете Как переводится Слово Перегной Перепревшее дерьмо На русский язык Так вот Дальше Фосфорное удобрение Азотное Калийное Натриевое Калевое Что я еще упустил Тор Выкопать ямку Верхнюю часть Скложить в одну сторону Нижнюю в другую Ну дальше Можно не стереть Вы все это проходили Согласны? Я говорю Вы что с ума сошли? Я это должен говорить Да Только чтобы Не без бумажки А Запомните И говорить Они приехали К Железу У Железа Висит вот это чудо Естественно Если бы я все это сделал То это все давно Было бы мертво Ведь это же роскошь Это не просто Академик Он же в два раза больше Чем его родители Академик Короче Разразился скандал Они уехали Связи не было Типа того Откуда С деревни Позвонить И сказать А что делать Железово отказывается Они говорят Мы не имеем права Отступать от сценария И это говорит Провинциальный Мелкий канальчик Ну такой Рассчитан на несколько тысяч Там Ну пусть на сто тысяч Зрителей Да Вот И отступить нельзя От сценария Ни на шаг Уехали Не стали Съемку делать То есть Меня слушать не стали Приехал второй канал На днях Выйдет Этот самый Целая серия Фирма у небольших Вот Я из архива достал Эти небольшие сюжеты Они делали Вместе С ними Вот Они у меня лежали До последнего времени Увидите Что я уже тогда Рассказывал Вот Но это уже был Другой канал Я сказал Я сказал Или не приезжайте Или я буду говорить А вы записывайте Меня учить приехали Но я рассказываю Как анекдотно Не могу удержаться Представляете Сценарий привезли Передрали с этого С какого-то С какого-то учебника Яма 80 на 80 на 8 Часть земли В одну сторону Которая верхний слой Нижний слой Похуже В другую Ой Чуть не выматерился Короче Второй канал Приехал Я говорю Вы знаете Вот два первых плодика Это дерево Помрет Вот Как я ошибся Почему Тогда Кто-то может даже видел Этот сюжет Хотя вряд ли кто помнит Одна ветка была сухая Оно было молоденькое дерево И с тех пор Я начал калечить 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 Все брал на чернки И я ничего понять не могу Поспалю бы себе На это чудо Это тогда А это вот сейчас Представляете Как так И тогда У меня постепенно Приходил Да абрикос это Когда у вас Начинается Вверху Отсыхать Смотрите на эти листики Вы На эти цветы Видели Когда вверху Это начинает Отсыхать Вот сюда Становитесь на колени Вот сюда Смотрите Вот сюда Здесь плохо видно Но это холм Вот А они мне Яму 80 на 80 Все дерьмом Заполнить Чтобы корни гнили Бескалеченные Ну и вот Наконец Мы знакомимся С моей Практиканткой Вот Она сказала Буду учиться Так Ну вы понимаете Если она Впервые взяла В руки нож Догадывайтесь В профессии Агронома Прививки Значит были Не в части Не входили В число Приоритетов Во время Ее обучения То есть Диплом есть Привать не умеет Вот Причем умница И красавица И все Все при ней Кроме одного Но взяла Впервые Как я переживал Что она А нож Знаете Какой Антон Валерьевич Узнаете Вы почему Перестали продавать Такие ножи Вы мне его подарили Где-то Вы выписали партию Накинули Немножко цену Ну Торговля С торговля Двигатель Прогресса Зато Наш Это Настоящий Отличный Нож Вот Она Сделала Там Двадцатый Раз Раз И у нее Получился Срез Я Дальше Сфотографировал Вот Это Начало Будущего Великого Садовода Вот Так что Вам благодарю Вы мне Подали Этот нож Я Добро Помню Теперь А Кстати Супер Нож Фирмы Зелень Где Вы Не смогли Бо Продавать Сильно Дорогие Вот Такой Нож У меня В детском В числе Я его Передарил Сергею Вот Вот Это Вот Пример Как сказать Для чего Я взял Это Та самая Фаина Она На вертикальном Победе Плодоносит Так видите Но это Последний год Дальше Вот То Что Вот Это Происходит Я просто Хотел Подчеркнуть Лишний Раз Вам Придется Заниматься Этим Делом Значит Мы С вами Никогда Не будем Людей Дурить Нам Не Надо Рисовать Абрикосы Чтобы Людей Задурить Но Я хочу Сказать Сразу Уже На следующий год Ствол Пустой Нету В природе Колновидных Абрикосов Все Вот Я доходил А Линейку Везде Где Увидите Увидите Сотни раз В интернете Все Мои Симки Разошлись И Вы Что Увидите Вы увидите Раз Навсегда Кто Вас Обманывает Увидели Линейку Нету У них Сада Нету У них Абрикосов Нету У них Слив Ну Смотря Что Я Там Рекламирую Вот А вот Это Вот Знаете Почему Фаина Поплыла У нее Было Такое Мердоузрие А мы С вами Ирина Александровна Что Делали Мы С вами Взяли Клон Он Уже Был Клоном Видите Как Тут Написано Монитоба Мне Присал Сам Сычев Александр Иванович Это Супер Специалист Сейчас Кстати Ой Что Говорить Когда Ученые Переходят На Вольные Хлеба Это Очень Плохо Вот Но Я Все Так Привет Передаю Вряд ли Он Сидит За Мной За Моими Этими Потугами Вот Это От Него Первый Урожай Выглядел Вот Так Да Теперь На Нем Взял А Это Ваше Присутствие Я Стоял Ломал Говорю Да Что Такое На Монитобе Междуузли На Этому Расползлось А Было Такое Вот Я Не Зря Вот Этот Привел Это Было Настолько Длин Близкое Расположение Почек Друг Друг Что Это Был Какой Феномен Теперь Новый Феномен Мы С вами Начали Привать Монитобу Вспоминайте Сейчас Дойдем До Нее Вот Потому Что Теперь Это Клон Клона Интересно Согласитесь Вот Ведь Ее Спутывать Невозможность Видите Что Такое Теперь Я До сих пор Не знаю Как Размножается Вегела Розовая Хотите Подрабатывать Пожалуйста Я Черенки Берете У меня Учу Укоренять Пробуйте Я До сих пор Знаю Как Ее Размножают Отводка Моя Не давала Вот Так У меня Был здоровенный Куст Отводка В ни Одного Раз Естественно Что Ни одного Плодика И до сих пор Не знаю Как Размножать Хотите У вас Будет Такой Питомничек И вы Сможете Немножко Приторговывать Сейчас Все Ученые Приторговывают Вот Я вам Покажу Пару Потерь Я Знаете Как Когда Лондонский Гигант Заплодносил Это Ветка Скелетная Ветка На Большом Абрикосе Вот Она Вся Вот Больше Нету Вот Это Надо Было Тут же Переносить То есть Брать Черенок Пока Не погибло А у них Короткий Век Я Никогда Не скрывал Это И Вырастить Целую серию Самостоятельных Деревьев Я Посмотрел А я Тогда Зажрался Плоды 40 грамм Извините Сказал Себе Какой К черту Гигант Я Не стал Ничего Делать Дождался Пока Эта Ветка Засохла И Погибла Если Бы Потом Когда Я немножечко Поумнел А умнел Я Долго Я Тугадум Вот Много лет Десятков лет Умнел И Подошло А ведь Слово Гигант Это Не значит Что Или в Лондоне Это За гиганта Принимают Это Мы Заелись Вот А для Них Это Гигант Или На самом Деле Гигант А у Меня В виде Скоретной Привки Дал Мелкие Плоды Но Временно Я Потерял Его И Хочу Сказать Что Такие Вещи Терять Нельзя Есть Технология Я Изобрел Потом Скорее Возможно Может Быть Название Гигант Не случайное Возможно Бы Мне С помощью Специальных Прививок А как Я вас Научу Да Уже Весь Мир Знает Об этом Все Скоро Все Поворуют Иностранцы Все Мои Идеи Как Увеличить Его Несколько Раз Но Это Пример Отрицательный Как Не Надо Быть Самонадеянным Раз И Как Не Надо Надеяться На Чудо Вот Что Приедет Волшебник Подарит Деньги Скажет Это Самое Вы Теперь Будете Работать На Государство Хватит Тут Это Самое Заниматься Самодеятельностью Опять Хохот В академическом Зале Так И Вот Эту Я Потерял Господи Какой Вкус Какой Вкус Обычно Как Когда Соло Персиковое Есть Персиковое Абрикос Есть Персиковое Сливое Персиковое Луча Вот И Еще Много Персиковое На самом Деле Все Это Туфта Ну Рекламный Ход Слово Персиковое Добавь И Будет Уже Не Просто Слива Персиковое Сливое А Здесь Мне Повезло Единственный Плод Ну Какой Необыкновенный Вкус Вот Он Действительно Персиковый Да И Как Можно было С ним Работать А Как Можно было Насыщать Его Персику Этим Использовать Метод Мичурина Насыщение Прошу не путать С моим Этим Самым У него Насыщение Метод У него Насыщение Это Немножко Разные Вещи Хотя Если Их Совместить Это Вообще Получится Гениально Но Дело То Кстати Мичурина Не признали И Само Собо И Меня Не признали Но Вот Анна Этот Плод Он же Тоже Прожил И На следующий год Его Не было И Тоже Я не успел Разножить Мне Не хватило Ни сил Ни Времени Железово Поработал В двух детских Садиках Одновременно Там На полставки Там На полставки И получал Два раза По три тысячи Рублей То есть Там Три Тут Три Вот Это Было Вот Когда Я занимался Селекцией Вот Все Мои Это Вот До того Обидно Ребята Как Теперь Вернуть Где Я возьму Настоящую Если Я напишу 20 адресов Пришлите Сливу Персиков Мичурина Я Такое Пришлю Лимонка Тоже Утерял А такое Чудо Полукультурка Ну Наверное Из полукультурах Лучшая Вот Осень Яковлева Это уже Другая Это Ирина Александровна И весь Прочий Садовый мир Смотрите У меня Осень Яковлева Я Чуть Было Это уже Старая Фотография Вот Чуть было Я не потерял Первый год Родилось Плодиков 20-30 Корявеньких Малюхоньких Вот Я так Плевался Что меня обманули Мне просто Не хватило Времени Вырубить Дерево Молодое Со второго Года До сих пор Пятибалльной Системы Чистая Пятерка Он Возглавляет Десятку Моих самых Сладких Груш Возглавляет Поэтому С топором Погодите И вот Наконец Пожалуйста Александр Привет Смотрите Чего я вас Учил Во первых Если уж скелетная Прививка А куда деваться То мы выбираем Только вертикальную Ветку Каких только Вариантов нет Только вертикальную Потому что Не дай бог Урожай Любая ветка Наклоненная Обязательно Сломается Вот Вертикальная Как то не странно Но поверьте мне На слово Как можно Ближе к основанию Идем дальше Вот это Правда В другой уже Этот абрикос Я тут использовал Принцип Если этот абрикос Персиковый То почему бы В него не вживить Персик Видите А знаете Как я его Это Неделю в морозилке Продержал Но Не в морозилке Чистой А в холодильнике Где у меня температура Минус 2 Минус 5 Неделю Продержал А потом Думаю Выбрасывать А тут Продиканты Презет Я думаю А Я же Меня Обозвали Лысенковцем Ну ладно Раз обозвали Значит Я буду Носить теперь Это звание Всю жизнь Почему Догадайтесь Сами Вот Так вот Лысенка Это Воспитание Холодом Железом Это воспитание Холодом Помните Так вот Значит Если Приживутся Если не померли Все таки Минус 2 Минус 5 Я никогда Так не выдерживал Всегда При плюсовой Один Градус Два Три Пять Но при плюсовой Вот И посмотрим А что же Саперсик Получится Если он Приживется Интересно Мне Да Вот А я Я просто Говорю Объясняю Елена Границ Нету В садоводстве Так Теперь Вот тут Один Деликатный Момент Когда Черенок Бесценный А еще Один к одного Не удается Привать Или Бывает Как Подвой Менее Рослый Чем Привой Тогда Желательно Делать Вот так Два Черенка Допустим Жирно Будет Лучше Второй Черенок Использовать Для еще Одной Привой Тогда Получается Так Надо Делать Косой Сырье Я сейчас Покажу Не Одинаковый С двух Сторон Видите Я специально Ей показывал Это мои Пальцы Не ее Я вот так Пальцами Сжимаю Чтобы Получился Вот тут Укосик Укосина Небольшая Смотрите Дальше Вот это Для наглядности У меня не получилось Совсем Наглядно Я взял Где-то Из какой-то Там Публикации Не помню Вот Вот Смотрите Видите Здесь четче Видно Что если Уже Одну Вставляем Почку То надо Делать Там Потолще Здесь Потоньше Тогда Я не успокоился Я нашел Еще один Снимок Официальный Он Более Наглядный Хотя Немножко Утрированно То есть Вот видите Расщеп Та сторона Толстая Вот она Толстая Слева Чернок Этот же Чернок Я понимаю С этой Стороны И тогда Когда толстую Вставляешь Получается Ну В идеале Вот я И потолще Она Меня поняла Ой Надеюсь Вы поняли Вот Это очень важно Потому что Если Бывало Я замечал Как Некоторые Вот Делают Стараются Чтобы С двух сторон Было Одинаково Но Это Когда Два Черенка А потом Тут Сжимают А там Разжимается Там Снаружи Тут Сжимают Там Разжимается Поэтому Надо Делать Немножко Косой Фух Надеюсь Правильно Объяснил Все таки Это Учеба И вот Значит Дальше Дошли До Обмотки Вот Это Обматывает Одна Тем Самыми Ленточками Которая Это Делает Ой Я забыл Прорекламировать Тут Надо было Показать Этот Самый Да Я уже Как-то Показывал Упаковочка Красивая Там 100 Вот Таких Ленточек Дело В том Что Она Убедилась Со Страшной Силой Сжимаю Только Эти Можно Любые Огрехи Преодолеть Когда Вот Это Со Страшной Силой Надо Сжимать На Границе Пора В ленточке Чтоб Чуть 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 Ленточка Рвалась А иногда И рвется Вот Никаких Легонько А некоторые Показывают Так Небрежно Даже Не Напрягаясь Это Все Неправильно Мы Не Можем Избежать Огреха Нам Надо Чтобы Эти Две Поверхности Пусть Через Силу Нос Слипнулись Вот Ну Вот Еще Пожалуйста Такой же Пример Когда Вот Это Мы Жали Она Или Я Я Уж Не Соображу Вот Здесь Вот Щель Стала Меньше Ну Дальше Такой Момент Вот Здесь Пора Материться Ведь Там Ниже Где-то А Вот Сейчас Я Начну Вот Смотрите Сейчас Мат Будет Вот Здесь Я Взял Просто Веточку Аккуратненько Макнул В этот Вар А он Такой Жидковый Не жидкий Но Такой Как Густой Клей Вот Это Вар Бугаркова Я его Использую Когда Холод Когда Сильно Тепло Он Становится Сильно Как бы Пачкает Сильно Пальцы Прилипает Вот А так Вот Таким образом Главное Вот эту Вот Поверхность Замазать Вот эту Горизонтальную Щель Чтобы не было Там Мне спрашивали А щель Что надо Пихать Туда Достаточно Просто Замазать Сверху И вот Эти Вот Кончики Все И Наконец Вот Посмотрите Я всегда Почему Вы мне Должны Верить Подумаешь Там Лучший Сад Сибири Или В России Но Дело В том Что Их же Кто-то Этих Самых Специалистов Заставляет Жизнь Заставляет Они Они Должны Чего-то Напечатать Без этого Им Очередную Степень Не дадут Может быть Ну то есть Публикация Это видимо Одна из этих И так Он пишет Вначале Все правильно Закатают То есть Орези Мы Нарезают 40 80 Лучше Конечно По железу То есть Не просто Написать 40 80 Он Может быть Отрезать 40 И оставить 80 Или 50 Или 30 Почти Вся ветка Срезается Кроме Несколько Нижних Почек Вот так Правильно Потому что Именно Основание Ветки Является Самым Ценным Вот Извините Гражданин Шаламов Когда вы Меня критиковали Когда вы Сказали Что тот Кто мне Первый Дал совет Это Сам Чернышов Что он Опытник Вы понятия Не имеете Что это Единственный Случай Когда я Послушался Ученого Агронома Заместителя Зональной Станции Садоводства Города Саратова Никакого Не опытника А настоящего Ученого И когда Он мне Написал Что Нижний Третий Когда Мне лично Ветки Находятся Наиболее Полноценное То есть Она является Нижний Третий Наиболее Полноценный Материал Для Прививки Я не Просто Ему Поверил Я пошел Еще Дальше И дошел До самого Низу Ветки Вот Ваша критика Она За ней Следует Столько Теории А я Отрезать Ветку Прививки подумать что так и надо вот что будет этот этот и ну пусть про снег это ладно можно так очередность начале кольческой культуры потом семечковой мы делаем сергеевна это моя школа семечковой потом косточковой но лучше выбирайте кого верить дело в том что семечковой легче переносят возвратные заморозки морозы опять снегопады семечковой но явно не груши вот а с косточкой можем погодеть все таки не забывайте что может быть автор это публикации живет жил и живет ну где-то там украина белоруссия может быть молдавия так но это еще не все они за этого просто не мог пропустить так да успешно вот этот этот правильная операция нарезаю череки 3-4 глазка мой совет 2 лучше 3 это краю но не больше легче приживутся так способ привычки за кору если есть возможность окулировка то есть капулировка боковой разрез когда делаешь боковой разрез отрезаешь главную ветку страшно рано не отрезаешь боковой разрез будет плохо расти ну в общем не нравится мне этот способ и вот я ради чего я вот это все вы же с вами сейчас только с какой аккуратностью видите чтобы не дай бог не испортить ее что человек пишет не забудьте обмазать не забудьте привитый человек с садовым варом а вы хоть садовый вар в руках держали а гражданину по мире тут нет вы держали его вар то а вы знаете какой он бывает после вашего садового вара все сгнет чертовой матери как он дышать то будет представляете что вар то разное бывает может один попробовали ничего почка пробудилась пошла в рост есть еще парафином тоже ума хватает а парафин бывает жидкий густой вообще это сама ну ну как можно так вы знаете что сейчас а потом так я это самый использовал вар говорит у меня все погибло как так как можно использовать вар и все погибло и как может это вот и люди начали подозревать а у них переписка гигантская люди начали подозревать что даже если вот так это есть вары какие-то настолько ядовитые что у человека и сотни привык сотни мертвых ну уж если он имел ввиду что он еще целиком обмазал то уже не вар виноват ядовитый а тот кто научил его это черенок усохнет исполенил да никуда он не денется помню эту что-то у меня не не нет они не усохом под мешочком полиэтиленом весенняя прививка по значимости уступает летний да только весной надо то привать на срастание в апреле месяце уходит около месяца уходит привайте пораньше накрывайте бутылками как я накрываю про бутылки то ни слова про них знать не знаете вы живете в своем мире перепечатали то что было сто лет назад написано для роста саженца стоит меньше времени конечно только надо говорить не для роста саженца у меня они умудряются это самое вырастать до двух до двух с половиной метров за заодно как же не остается меньше времени надо говорить что на возревание посек на то чтобы дерево подготовил зиме меньше времени да ладно завелся и опять вот мне вот что зло берет они переписывают друг друга на протяжении уже веков уже не десятков лет или просто лет уже веков переписывают друг друга помните рану вырезать до живого и этим самым короем дерьмом замазать двадцать первом веке помните ведущие прикосовод пишут ладно теперь значит вот эту фотографию я все-таки не выдержал вот вот здесь отрезается и вот эта часть самая ценная они а я себя сорок сантиметров взял я бы отрезал где-то у меня тут ветки то двух метров вот это вот ветка прав последнего года и почему я не беру сказать потому что сильно толстая она я вынужден брать такой метр метр двадцать вот высота а у меня приказа 40 сантиметров отрезать тогда получается я беру чернок середины я когда-то поверил чернышову а не шаламову хороший мужик шалам опытный все зачем было это бить бить по рукам человека который сделал тысячи десятки тысяч черенг этих опыта которого как минимум не меньше вышел оба надо это самое а вот эти доказательства теоретически они не годятся я еще всем и каждому и и вам это елена сада я вам скажу следующее пожалуйста умоляю кто-то должен однажды взять вот так отрезать взять вот эту часть кто-то должен середины ветки а есть специалисты которые уже фамилии которые еще выше предлагают брать сразу полсотни полсотни все равно многие делают прививки поверила мне или поют даже елена сделала часть шаламов не дурак может быть даже вдруг он окажется прав полсотни вот отсюда взяла а потом посмотрела вреда то не будет не от шаламовского варианта не от моего но уже кто-то должен однажды взять а потом уже опубликовать статью а куда вам деваться то вы же будущее доктор наук я с вами не просто беседовал я убедился в вашем фанатизме от различающих случаев вашей грамотности ну не хватает там это умение с ножом работы так но еще фанатиком придется быть вот отсюда вот начинается не тот автор статьи которого я не знаю конечно когда я тут не начнешь в это время как рентом в сибири вызвали то для этого приспособились до сих пор него на публикации пройти уже их после меня когда впервые появились фотографии в это уже с тех пор прошло уже лет 15 это 20 и до сих пор хоть бы один написал про бутылки как переделет один к одному статью еще девятнадцатого века сейчас я вам это самую покажу я уже не выдержал смотрите еще 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 несколько минут есть и все опять получается не успел все рассказать вот они бутылки те самые которые удлиняют в результативный срок сибири вот вот та самая почка как не стыдно назвать вот это слева правильный срез шипа не видеть этого фотография это в сотнях изданий похожие фотографии сотнях сотня не видеть этого и все говорит что надо поливать почкой а вот те самые деревья маленькие вырастают если если применять весеннюю обрезку вот это одна кстати однолетки богом клянусь попробуйте поверить ну пусть год был исключительно я иногда хожу сходил господа не может быть три дня дождь три дня дождь стоит не дикая жара а просто жара 3 дня дождь 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 к осени за голову как их продавать ума не привожу им же исполнилось до 5 месяцев три супер этих ученых которые стать специалистами ну в масштабах сибири все три супер сказали что им от 4 до 5 лет вот этим саженцы нет надо летнюю обрезку делать осенне это весенне это окажется саженцы мелкие получаются вот но дальше и смотрим вот наша героиня сегодняшняя теперь она уже обматывает но уже капитально обматывает уже как положено вот а почему персик потому что персиковый абрикос чтобы шансов было больше чтоб прожился вот вот еще пожалуйста а здесь уже другое это уже образского абрикос а потом еще интересным кое-что покажу вот ну извините не успели мы дела у нее поэтому уехал и не успел показать ей муравейники вам показываю вот вставляйте против них ладно я уже сколько раз говорил москва видели гниет а я авторитет сибири приехал сам железо дать фигура слышали а меня представляла моя хозяйка мураховская ирина вот моя московская хозяйка почему приглашение я приехал и а почему он у нас умирает лыжную палку металлическую выдерните чтоб мороз не туда не попадал корням раз второе сгноили корневую шейку 2 вот штаб зачем было делать сколько здесь рот понаделали 3 ну и получили дерево вот она вот так все деревья это были практически мертвые не мертвые а полу мертвые ужас какой-то а это уже самодеятельность вот это мой сад вон видите даже плодоносит вот вот за забором а это сосед видели не лучше ничего не придумал чем его этот арматурину бить вот тебе и мороз каждый год вот так вот и помирала и не помирала и помирала не помирала и помирала не помирала пока они откол не выдержался он мне это сказал обматерил его и еще обрезку так не сделал сейчас прекрасно это растет теперь еще раз видели в предыдущие вебинары так это все те же еще расскажу вот это я откуда вот этому фотографии лет на 10 до то есть прививка вроде той где вы видели там дальше позирует вот а еще один вариант так потом получается здесь брал черенки половина вышли черешни а черенки брал уже с черешни точно листья спутать невозможно видеть вот получалось я их назвал черешни вишня тире а здесь получалось вишни черешни и вот вы получили видите ветка 1 а получили вишню и получили черешни вот и я говорю для элены санны это очень перспективное дело очень перспективное и у меня получилось так что вот это вот фотография еще один случай точно такой же это когда чернобаева я срезал ветку опять с вишни уже я назвал эти прививкой назвать нельзя прививка применяется для других случаях медицине я придумал новый термин инфицирование то есть я беру отсюда ветку а в них же ветки черешни вишневую чернобаев выращивает прививает получает через вместо вишни видели потом я получаю вишню вместо черешни ну а дальше это в общем я вас завлекаю поняли да вот еще раз боднер вот он сделал с гигантский шаг вперед а дальше как я говорю кто-то говорил забыл кто может ньютон мы стоим на плечах мы карлики достигли небо потому что на плечах гигантов вот на чьих плечах я стою что касается через вот это чудо то да вот так теперь значит у нас прошло с вами делать то если я начну про это так то вы сейчас начать отключаться 2 часа прошло вот давайте так кому надо потом прочтете я специально выделил именно то что обязательно надо прочитать обязательно обязательно дело в том что как было два мнения так и осталось но победили генетики сожалению огромному а это не догадались что это это лысенко статья ну а дальше москва дальше вы видите вишни знаменитей шамсаду не буду говорить каком это со мной доцент вот дружба не получилось записал мои данные да вот в сибири персики через абрикосы да не может быть как фамилия железо адрес красавецкий край шушенский район там где ленина да там где ленина до сих пор мне пишет а надежда была ведь не поленился же я нашел же его думал что ну на данный момент он был главный в этом саду а вот это вот уже ему совет вот это ваш это мы надо было позировать фамилию ночи я сам забыл ему не надо мне не надо ну вот давайте найдем полносящие дерево нашли с трудом заметьте конец июля я даже абрикосы привез абрикосы я тут не нашел видимо для москвы они пока не доступны ладно ну что вы думаете подмосковных садах я нашел вот это вот дерево чудо согласитесь и вот это вот нашел все это на сотни искалеченных коллег так скажем вот только это и это я не мог познакомиться с хозяевами не мог почему и там и там калитка на замке это я фотографировал через заборы вот проходя мимо так вот уважаемые ученые наверное вы уже не доцент то есть как-то не аспирант не знаю кто вы представить доцентом наверное уже доктор ищите обрящите ищите не надо ничего выдумывать уже давно мы за вас все сделали вы только найдите вот и чтобы та не на лисанна ведущий специалист по абрикосам чтобы она не среднюю азию ездила за абрикосами а в сибирь ну а дальше я считаю несколько фотографий это к тому что попробуйте вы это дерево приведите в порядок то есть обрежьте как положено а вот я тогда и сказал хозяеву попробуйте подойти секаторами этим же секатором пальцы все пообрезаю но на кой хрен ему ваша планировка у вас же считается что все эти ветки лишние кроме может центральной такой чертова ваша планировка